Получить субсидию на элитные семена теперь возможно только при полном страховании пассивов. Об этом нам рассказал Владимир Мимаглядов, председатель некоммерческого партнерства «Союз крестьян» или отделения «Кор» в Рязанской области. Мы связались с Владимиром, чтобы узнать подробности. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Как так получилось? Расскажите, пожалуйста. Могу пояснить вкратце, что Министерство регионального сельского хозяйства разнослал нам информационное письмо, в котором указано о том, что субсидии на элитное семейное наводство будут получать только те, кто застраховал посева. По яровым культурам здесь еще может быть понятно, что сев только начинается, и сроки для страхования о сельхозпроизводителя имеются. А что касается озимового сева, это было в прошлом году, соответственно, страхуются в течение 15 дней, те сроки упущены, и получается, что мы посоветовались и решили, что наши права нарушены, и обратились к Генеральному прокуратуре с просьбой проверить данный факт, что нарушение закона о том, что правила игры меняются уже, когда мы сели в поезд, и едем в этом поезде, и нам объявляют, что правила игры поменялись. Владимир, ну давайте уточним, что речь идет о правилах по субсидированию для всей России, не только для Рязанской области, верно? Совершенно верно. Правила, которые разрабатывает Министерство сельского хозяйства, и эти правила распространяются на все регионы Российской Федерации. И уже непосредственно с каждым регионом заключает Министерство сельского хозяйства, а регион в последующем заключает непосредственно с получателем данной субсидии. Уточню, в 2023 году субсидии получали на элитное семеноводство все, независимо от того, застраховали они посевы или нет. Но был коэффициент повышающий и понижающий для тех, кто страховал посевы. Правильно? Совершенно верно. Соответственно, регионам была дана возможность, чтобы они на местном уровне принимали решение. То ли сделать всем одинаково, то ли для тех, кто застраховал, сделать повышенный коэффициент 1,2. Никакое страхование, отсутствие его или застраховал-то не имело никакого отношения к получению субсидий. Но в этом году правила вышли в декабре 2023 года, соответственно, в которых указано, что получить субсидию на элитное семеноводство может только тот, кто застраховал. Чем еще примечательна именно Рязанская область? У нас в прошлом году был очень тяжелый год в плане перезимовки. Погибло до 90% озимых культур. Значит, даже была введена чрезвычайная ситуация в связи с этим явлением. И многие хозяйства обновляли семенной фонд. Многие купили элиту в надежде на то, что государство часть затрат субсидирует. Соответственно, выполнили, как обычно, все данные мероприятия. И в этом году их обрадовали, что, извините, правила игры поменялись. Но на наш взгляд это недопустимо, и мы будем об этом говорить открыто. Здесь еще, наверное, стоит уточнить, что, хотя постановление вышло в декабре прошлого года, вступило в силу оно 30 марта текущего года. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Я просто сейчас думаю о нашей Ростовской области. У нас уже посеян горох, наполовину посеяли кукурузу, подсолнечник. То есть, в принципе, шансы застраховать посевы остались очень небольшие. То есть, небольшие площади еще, возможно, успеть застраховать, потому что там ведь две недели дается на страхование. Как у вас в области дела обстоят? У нас в области, ну, можно сказать, неделю назад только начали сев. Соответственно, у нас для этого, для ярового сева, эта возможность есть. Министерство сельского хозяйства региональное об этом известило, что касается яровых культур. Ну, а что касается озимых, тут извещая, не извещая, получается, что здесь просто по-другому не скажешь, как кинули. Самый главный вопрос – это конкуренция. Почему одни владеи, может быть, какой-то инсайдерской информации застраховали и получат, а другие законопослушные считали, что они все делают правильно, но такой информации не было. Вот исходя из этих всех моментов, мы считаем, что нельзя принимать законы обратной силы, чтобы он умел. Соответственно, вот мы с помощью вас хотим придать этому огласки, чтобы обратили внимание, чтобы это обращение не прошло. Один на один мы написали и там получили отписку. Для того, чтобы вы вместе с нами наблюдали за развитием данных событий. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь еще из региональных отделений АКОР или, может быть, федеральной АКОР присоединились к вашему обращению, аналогичные письма направили к прокуратуру? Пока сейчас прорабатывается этот вопрос. Мы для того, чтобы времени не терять, обратились непосредственно от своего некоммерческого партнерства. Но такой материал мы разослали. Я так думаю, что люди подключатся к нашей инициативе. Еще один хочу вопрос задать. Если вы такие расчеты проводили, я слышала от многих сельхозпроизводителей, что зачастую страхование пассива в себя не оправдывает. Сложно получить, например, подтверждение того, что было природное явление чрезвычайного характера, что град прошел, например, или сильная засуха. Доказать, что именно был случай страховой. И многие люди не хотят страховать пассивы, говоря, что затраты на страхование не оправдываются, даже с учетом получения субсидий. Скажите, пожалуйста, вы рассчитывали, субсидия на элитные семена может покрыть расходы на страхование? Это процесс индивидуальный, в зависимости от того, сколько площадей нужно страховать и какой площадью засеяно элитными семенами. Сказать, да или нет, это конкретный случай дает возможность рассчитать. Но именно вот этот подход, он не совсем верный, что если ты застраховал и ты субсидиум получил. Прежде всего, страхование необходимо для того, чтобы при наступлении чрезвычайной ситуации была поддержка, и хозяйство могло вот этот негативный момент пройти, можно сказать, не заметив его. И никак это не отразилось на экономической обстановке в данном хозяйстве. Опыты прошлых лет показывают, что данный механизм нерабочий. Вот мы даже смотрели трансляцию постановочного съезда фермеров с участием министра и заместителем министра, где был задан вопрос о страховании с Новосибирской области. Представитель фермеров задавал этот вопрос, что мы помним, что Сибирь в 2023 году очень сильно попала под засуху. У них был принят ЧАЭС на областном уровне, и в результате никакой поддержки им застрахованный, кто застраховал, не было оказано. Этот вопрос был адресован первому заместителю министра. На что она ответила, как смех, это просто не вызывает никаких больше эмоций. Что, а вы что хотели? Страховые компании занимаются бизнесом. Они должны зарабатывать на этом. Но стоит вопрос о том, что данный вид поддержки государственная, это получается 50% платит сельхозпроизводитель, 50% платит государство. И, соответственно, после таких слов ничего другого в голову не идет, что идет четкое лоббирование интересов страховых компаний. И не то, чтобы замминистра сказал, что мы обязательно с этим случаем разберемся, приняем все меры, а здесь просто было успокоение, а что вы хотели. Это наглядный пример тому, что такое является страхованием Российской Федерации. Страхование – это спасение сельхозпроизводителей в случае неприятных погодных условий. Но тот механизм, который сейчас нам навязывают, где все связано с метеостанциями, которых у нас на территории, вот если касается Рязанской области, по-моему, если не память не изменяет, 4 на 25 районов. Соответственно, у нас может быть так, что в одном месте дождь прошел, а через километр там дождя не было. Соответственно, и так может получиться несколько раз, а этот дождь может пройти под станцией. И станция даст ответ, что да, действительно, как бы у нас все нормально, никаких моментов не было. И когда эти моменты, они не отрегулированы, то говорить о каких-то там рабочих версиях страхования, по крайней мере, как бы предусвидительно. И начать-то нужно с этого момента, чтобы были понятны правила игры, прежде всего, и как бы они выполнялись. Нет, наверное, ни одного всех воспроизводителя, который не хотел бы именно играть в эту игру по-честному, заплатить и спать спокойно. Но, соответственно, как сегодня нам говорят, что это бизнес страховой, и не обязательно соблюдать правила игры, то, соответственно, крестьяне тоже говорят, зачем нам участвовать в этом мероприятии. Но Министерство сельского хозяйства усиленно, как бы, лоббирует, по-другому не назовешь, страховщиков, и вот такими вот моментами начинает загонять, я по-другому не называю, как это загонять, палками на страхование. То, что в корне неправильно. Печально, конечно, все это слышать. Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы отправили обращение к генеральному прокурору 10 апреля. Когда вы рассчитываете получить ответ и вообще на какую реакцию рассчитываете? Ну, мы живем в правовом государстве. Все-таки у нас надежда на то, что у нас превыше всего закон. Ну, а по закону дается на обращение 30 календарных дней. Но в течение этого времени я предполагаю, что прокуратура ответит. Самый главный вопрос, какой ответ мы получим. Мы провели доводы. Считаем, что они уместны. Но будем ждать, какой ответ получим с прокуратуры Российской Федерации. Я думаю, что новость, которую вы нам рассказали, будет таковой для многих сельхозпроизводителей в России. Потому что буквально два месяца назад у нас в Ростовской области тоже проходило предпосевное совещание. Там представитель банка выступала и говорила, что страхование – это шанс получить субсидии с повышенной ставкой. Теперь оказывается, что это шанс вообще получить субсидию в принципе. Если какие-то еще сельхозпредприятия, фермеры, может быть, организации общественные захотят присоединиться к вашей инициативе, что им делать? Ну, прежде всего, нужно обращаться в Генеральную прокуратуру и писать письма об этом, предавать огласке данный вопрос и показать, что Рязанская область не одна такая. Это касается всех регионов России. И мы здесь должны быть консолидированную, дружную позицию для того, чтобы отстаивать свои права законным способом. Спасибо, Владимир, Вам большое за то, что Вы неравнодушны к тому, что происходит в отрасли и делитесь информацией. Что еще могу сказать по этому вопросу, что основная цель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации это устойчивое развитие сельского хозяйства. И для того, чтобы оно устойчиво развивалось, государство выделяет субсидии не только в Российской Федерации, но во всем мире. Чтобы был устойчивый рост, развитие. Что мы видим, что у нас происходит в нашем конкретном Министерстве Российской Федерации. Не первый раз распределение субсидий происходит по такому принципу «кручу-верчу, обмануть хочу». По-другому даже не назовешь. Меняются правила игры по ходу, усложняется механизм получения субсидий. Даже взять несвязанную поддержку. Связали ее так, что больше половины мелких сельхозпроизводителей просто отказались от нее. И тем самым на сегодняшний день получается, что неравные конкурентные условия. Одни сельхозпроизводители получают субсидии, имеют определенную прибыль на количество данных субсидий, больше другие не получают. Что в корме неправильно и недопустимо. Людям не нравится вопрос даже касаемо несвязанной поддержки. Что начинают на несвязанную поддержку накидывать, чтобы предоставили документы. Допустим, мы с коллегой разговаривали с Сибири. Значит, в пятницу вечером звонят, говорят, что нужно предоставить пакет документов до понедельника обеда. Соответственно, если ты не предоставил документы, то ты не получаешь субсидии. Второй момент. Документы подаются в электронном виде. Не каждый сельхозпроизводитель, особенно мелкий, имеет такую возможность с компьютером все это сделать и даже сделать без ошибок. Теперь мы подходим к тому, что если ты ошибся, то система говорит, извини, без субсидий. И вот исходя из этих всех моментов, мы четко наблюдаем ситуацию, идет сокращение получателей субсидий, особенно мелких. Если мы говорим про крупные проходники, у них есть специально обученный человек, который этим занимается, только этим. И им намного проще. Если мы говорим про мелкое хозяйство, то там он и тракторист, он и комбайнер, он и руководитель, он и сторож, он на все руки от шкуки. Соответственно, и ему еще нужно выбрать время для того, чтобы это все сделать. Соответственно, ну здесь тоже непонимание. Опять, нагружают дополнительными документами, допустим, который, например, сложился с сибиряками. Им дали такой промежуток времени, и плюс нужно было дополнить затратами 24-го года. не все хозяйства, особенно в Сибири, уже к этому моменту купили, допустим, дизельное топливо. Ну, у них начинается посевная обычно в мае, соответственно, у них время в марте еще было для того, чтобы купить это дизельное топливо. Соответственно, они не могут предоставить документов, что они понесли затраты. какое-то хозяйство купило дизельное топливо в ноябре месяце, в декабре месяце, но это получается 23-й год. Какое-то хозяйство купило средства защиты, удобрения в ноябре месяце заранее. То же самое. И вот этот момент, который я назвал кручу-верчу, обмануть хочу, но он именно показывает, что Министерство сельского хозяйства, оно не за сельхозпроизводитель, оно играет в какую-то свою игру, непонятную даже никому в этом моменте. И вот это больше всего настораживает, что, казалось бы, роль Министерства заключается в распределении субсидий, но делается все, чтобы эти субсидии не получили. По-другому это никак не назовешь. Вот на сегодняшний день мы видим, что идет небольшой спад, экономический спад в сельхозпредприятиях. По цифрам с высоких трибун уступают и говорят, что мы там убрали столько-то, мы там рекорд сделали. Еще раз хочу напомнить, что сельскохозяйственная отрасль это очень инерционная отрасль. И если сейчас будут даже сыпать золотом под ноги, то результат получится не на следующий день, а в лучшем случае через полгода, еще в другом случае, это через год, через два, через три. Точно так же и когда идет зарегулирование очень жесткое, неправильное, то не на следующий год вылазят вот эти все моменты негативные, а по инерции они идут и они начинают выскакивать то же самое через год, через два, через три. и то, что мы сейчас вышли на этот уровень, что у нас достойные урожаи, этот момент заложил Алексей Васильевич Гордеев в бытность своего министра. Его продолжила Елена Борисовна с Крыми и соответственно это шло поступательно, медленно. Сейчас мы видим, что делается все с точностью наоборот. и сказать, что завтра мы увидим, что у нас мы приехали, но такого не произойдет. Должно произойти время, но по всем факторам мы уже идем к этому моменту стремительными шагами. Должение следует...